Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать столбики с одним накидом. Я предварительно набрала цепочку из 8 воздушных петелек и сейчас вам хочу показать, как вязать прямыми обратными рядами столбики с одним накидом. У вас набрана цепочка из 8 воздушных петелек и еще помимо них набираем 2 воздушные петельки подъема. Теперь делаем накид на крючок. У нас на крючке получается накид и одна петелечка. Вводим крючок в третью петелечку, то есть от крючка отсчитываем 3 петелечки. В третью вводим крючок, захватываем рабочую ниточку. На крючке у нас 3 петельки, то есть петелька, накид и петелька. Теперь снова захватываем рабочую нить и продеваем через первые 2 петельки от основной рабочей ниточки. Теперь у вас на крючке 2 петельки. Захватываем еще раз рабочую ниточку и через 2 петельки снова продеваем рабочую нить. Таким образом мы провязали 2 петельки подъема и столбик с одним накидом. Повторяем. Делаем накид и в следующую петельку вводим крючок. Захватываем рабочую ниточку. У вас на крючке петелька, накид, петелька. Захватываем рабочую нить и сквозь 2 первые петельки продеваем рабочую нить. На крючке осталось 2 петельки. Снова захватываем рабочую ниточку и сквозь 2 петельки продеваем рабочую ниточку. Мы провязали с вами 2 столбика с одним накидом. Повторяем. Делаем накид, в следующую петельку продеваем крючок, захватываем рабочую ниточку. У нас на крючке петелька, накид и петелька. Захватываем рабочую нить через 2 первые петельку и накид, продеваем рабочую ниточку. Еще раз продеваем рабочую ниточку через оставшиеся 2 петельки. Накид, вводим крючок, захватываем рабочую нить. Захватываем еще раз рабочую нить, продеваем через 2 петельки. Еще раз захватываем нить через 2 петельки. Накид, в следующую петельку вводим крючок. Захватываем рабочую нить через 2 петельки и еще раз захватываем нить через 2 петельки. И так делаем 8 раз всего. Можете отсчитать количество столбиков. То есть мы с вами провязываем сейчас 8 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Накид вводим в следующую. Делаем 7 столбик через 2, через 2. Накид и последнюю петельку делаем 8 столбик с одним накидом через 2 петельки, через 2. Мы провязали с вами 8 столбиков с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петельки подъема и разворачиваем. Мы с вами провяжем сейчас второй ряд столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки подъема мы с вами провязали. Делаем накид и первую петельку нашего ряда. Вот пропускаем 2 воздушные петли в третью петлю. Мы с вами снова вдеваем крючок, захватываем рабочую ниточку. У нас на крючке 3 петельки. Петля, накид, петля. Захватываем рабочую нить, пропускаем через 2 петельки первые. Снова рабочую нить через 2, вторые петельки. Накид. Следующую петельку обязательно за обе стеночки. Вводим крючок, захватываем ниточку. У нас на крючке 3 петли, через 2 петли рабочую нить пропускаем. Снова накид. И этот накид пропускаем через 2 петельки вторые. Теперь сделали накид, в следующую петельку вводим крючок, захватываем рабочую нить, образовалась третья петелька, пропускаем рабочую нить через две и второй раз через две петельки. Мы провязали с вами три столбика с одним накидом. Не забывайте, что в столбиках без накида мы с вами провязывали одну петельку подъема в конце ряда. Со столбиками с одним накидом мы с вами провязываем две петельки воздушные подъема. Снова делаем накид, в следующую петельку захватываем рабочую ниточку, через две петельки рабочую ниточку пропускаем и снова захватываем через две, пропускаем рабочую ниточку. Мы провязали с вами четыре столбика с одним накидом. Делаем накид, в следующую петельку вводим крючок, захватываем рабочую ниточку, делаем петлю и снова рабочую ниточку через две петельки пропускаем и снова через две. Накид, в следующую петельку захватываем через 2, через 2. Накид, в следующую петельку, через 2, через 2. И снова делаем накид. Мы с вами провязали 7 столбиков с одним накидом. Восьмой, вот он у нас в уголочке спрятался. Мы снова ныряем за 2 стеночки. Вот так вот захватываем 2 стеночки обязательно. Вот так вот будет немножечко неудобно, но вы поверните для себя, постарайтесь, так сказать, пропустить через 2 стеночки. Захватывайте рабочую ниточку и последняя через 2, через 2. Таким образом мы с вами провязали 8 столбиков с одним накидом. Теперь мы, дойдя до конца ряда, снова с вами набираем 2 воздушные петельки подъема и разворачиваем наше вязание. Находим третью петельку от крючка, вот он наш первый столбик. Делаем накид и в него ныряем крючок, вот так вот вводим. У вас на крючке 3 петельки. Через 2 пропускаете рабочую нить, снова захватываете рабочую нить, пропускаете через 2. Накид, следующую петельку за 2 стеночки, за обе, захватываете рабочую нить через 2, через 2. Таким образом вы продолжаете нужное вам количество, так сказать, петелек набирать в начале цепочки. Затем провязываете сколько столбиков вам нужно прямо, набираете 2 воздушные петельки, обратно провязываете столбики. Обязательно первый, второй и желательно третий ряд считайте количество столбиков. Для того, чтобы у вас получился, так сказать, прямые обратные ряды, ровное полотно. То есть, если вы сначала набрали, так сказать, 12 воздушных петель и провязали 12 столбиков, во втором ряду точно так же провязываете 12 столбиков. В третьем ряду 12 столбиков, а в четвертом ряду вы уже увидите, сколько у вас столбиков, и у вас будут столбики идти так вот аккуратненько, аккуратненько. Вы увидите уже, сколько у вас количества, они идут вот так вот друг над дружкой, красивенько. Поэтому, я надеюсь, что вам осталось все понятно. Не забывайте делать 2 петли подъема в конце каждого ряда, или переверните в начале, делайте каждого ряда, то есть, как вам удобно. Я надеюсь, что вам все осталось понятно, понравился мой видеоурок сегодняшний. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!